Валерий Бубнов Валерий Бубнов Валерий Бубнов В следующий раз доводы сторон прозвучат уже 1 ноября. К этому моменту суд уже будет точно знать, вовремя ли Валерий Бубнов предоставил все необходимые документы. Мы будем следить за развитием событий. В субботу ночью в деревне Гагарка опрокинулся мотовездеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Титова. За рулем квадроцикла сидела девушка, сзади пассажир. Для обоих ночная прогулка обернулась больничной койкой. 14, 10, 12 года, около 12.30, произошло ДТП на перекрестке улиц Ключевская и улиц Ленин. Водитель «семерки» выезжал со второстепенной дороги. На перекрестке он не пропустил скутер, который двигался по главной. В результате скутерист получил несколько ушибов. Его доставили в медсанчасть номер 32. Эта авария произошла в воскресенье вечером. Дорогу не поделили детище российского автопрома и праворукая японка. Водитель «шестерки» проезжал на зеленый сигнал светофора. И при повороте налево не пропустил Митсубиси. В аварии пострадала пассажирка ВАЗ-2106. У нее ушиб плечевого сустава. Двор на Олещенкова, 18, на днях превратился в стрельбище. Неизвестный мужчина устроил пальбу из пневматического ружья. Рядом с детской площадкой. То, что поблизости бегали дети, стрелка ничуть не смутило, говорят очевидцы. Нажимал на круг до тех пор, пока ему не сделали замечание. В ответ мужчина начал пререкаться. Тогда прохожие вызвали полицию. Стрелял из «Газели», лет 40, мужчина. Стрелял из воздушки. Показал нам пульки. Все, мы подошли, сказал, почему стреляешь в детская площадка. Он говорит, да ничего страшного, я же не в детей стреляю. Начало грызаться, все. Ну, пришлось вызвать милицию. Они подъехали, все, взяли с меня показания. Здравствуйте. Призывник Владимир Анатольевич, на призывную комиссию юз. 32 зареченца отправятся в армию в этом году. Об этом стало известно накануне на призывной комиссии. На комиссию пришли 11 человек. Пятеро из них в скором времени отправятся служить. Осталось получить повестку на отправку. Ее ребятам вручат на этой неделе в день призывника. После этого будущих солдат распределят по воинским частям. У кого категория С есть, те, конечно, хотят водителями больше служить. Тоже разницы нет. Водители нужны в любых войсках. Тех, у кого, например, склонность к компьютерам, больше стараются войска противовоздушной обороны попросить, ракетные войска стратегические и так далее. Реактор БН-600 остановлен. В ходе плановых работ перегрузят топливо, а также проведут инспекцию и техническое обслуживание оборудования. Завершить работы планируется за 18 дней, отмечают в Центре общественной информации БАЭС. Сигнальную сирену услышат зареченцы в среду в полдвенадцатого. В ЦОИ БАЭС предупреждают. Стихийных бедствий и аварий не ожидается. Это всего лишь проверка местной системы оповещения. Просьба к жителям не волноваться и не отвлекаться от своих дел. На днях в Заречном вспыхнул звездный фейерверк. Так пожарные назвали городской конкурс талантов. Танцы, песни, театрализованные постановки и стихотворения. Каждый номер непременно на тему пожарной безопасности. Обыграть пожарную тематику с помощью искусства попробовали шесть юных зареченцев. Первое место занял юный вокалист Антон Титов. Второй стала театрализованная студия ШИК. А приз зрительских симпатий завоевал самый юный конкурсант Виктор Лобарев. Этих участников звездного фейерверка теперь ждет областной конкурс. Сейчас идут отборочные туры по округам. А затем в 2013 году уже непосредственно в самом Екатеринбурге пройдет уже звездный фестиваль на более высоком уровне. Первенство по мини-футболу между цехами БАЭС продолжается. В выходные в спортзале «Электрон» прошло еще шесть игр. Результаты матчей на ваших экранах. Напомним, за победу борются десять команд. Все они разделены на две группы. Четыре сильнейшие команды проходят в полуфинал. Двое полуфиналистов определились накануне. Ими стали команды 35-й пожарной части и турбинного цеха. С кем им придется бороться за выход в финал, станет известно в следующие выходные. 16 октября в Заречном будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью и утром всего 6 градусов выше нуля. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 8, а к вечеру опустится на одно деление. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Субтитры подогнал «Симон»